Так, здесь вот зачищай, держи провод. Так проходят занятия у электрика. В сочинском профтехникуме акцент на практику. В будущем придется потратить гораздо меньше времени на адаптацию на рабочем месте, говорят в ресурсном центре Кубанинерго. Здесь электросети не просто учат студентов, а готовят будущих коллег. Сотрудники сочинских электрических седей проводят лекции, мастер-классы, проводят стажировки, производственная практика на базе работодателя. Экзамены выпускные, квалификационные принимаются, а также принимают на работу к себе уже наших выпускников. Артем Кудрявцев – будущий электромонтер по обслуживанию подстанции. Говорит, выбор именно рабочей специальности вполне осознанный. Устроиться на работу, уверен студент, будет несложно. Менеджеров много, рабочей специальности мало специалистов, и они всегда нужны. Думаю пойти в Россети работать, там, монтажником по обслуживанию подстанции. Это уже получилось у 40 выпускников. Их приняли на работу сразу после получения диплома. Рабочие специальности весьма востребованы на курорте. В Сочи в 12 техникумах и колледжах можно выучиться на столера, автомеханика, мастера коммунального хозяйства, строителя, повара. В городе готовят действительно квалифицированных официантов и бариста. Но проблемы с трудоустройством выпускников и вузов, и техникумов, каждый год это более 12 тысяч человек, все же остаются. Об этом шла речь на встрече главы города Алексея Копайгородского с руководителями высших и среднеспециальных учебных заведений. Самый главный вопрос, это как раз трудоустройство, чтобы создавать условия, чтобы условия позволяли, чтобы выпускники наши не уезжали куда-то, а находились здесь. И вы знаете, что как ни крути, наш город – это жемчужина России, это гостеприимство. Для этого в Сочи будут проходить регулярные встречи выпускников с потенциальными работодателями. Такая практика в городе уже есть, и ее нужно возобновить, отметил мэр. Также на совещании говорили о развитии волонтерства, подготовке к празднованию 75-летия Победы, профилактике экстремизма в молодежной среде. Затронули и проблемные вопросы. Один из них – отсутствие спортивной базы для студентов. Алексей Копайгородский поручил проработать этот вопрос. Один из выходов – студенты для занятий могут использовать и существующую городскую спортивную инфраструктуру. Также на совещании было принято решение создать совет при главе города по развитию профобразования, чтобы своевременно и оперативно решать все вопросы в этой важной отрасли.